Пистолет от компании WE, модель Browning High Power в серебряном цвете. Наверняка где-нибудь у нас появится еще черный, хотя может быть он уже и есть. Поставляется в картонной коробке, комплект это сам пистолет и паспортная инструкция. И эти пистолеты полностью копирует легендарный пистолет, если не ошибаюсь, как раз он является предшественником и прародителем всех ЧЗДов, 19-11 и прочих пистолетов. На ЧЗД похож еще больше. Он полностью металлический, все его хромированные детали, за исключением, разумеется, деревянных, это естественно дерево, накладок на рукоять. Очень красивый пистолет, ощущается и чувствуется действительно как оружие. Как же интересные прицельные приспособления, они здесь рабочие. Разумеется, в этом калибре страйкбольном 6 мм. Меткость эта вещь, точность, кучность весьма условная, но для реконструкции довольно здорово. Да и просто, если взять изделие в отрыве от его предназначения, от страйкбола, очень красивый пистолет. Можно порекомендовать даже тому, кто в страйкболты не играет. В принципе, такое можно сказать о любом пистолете ВЕ, но ближе все-таки к нашей теме. В качестве источника энергии здесь используется грин газ, заправляется он прямо в магазин. Магазин также металлический, притом полностью полноразмерный. В пистолете имеется рычаг затворной задержки, это из имитации. Живой курок, живой спусковой крючок и кнопка сброса магазина, разумеется, находится там же, где и положено. Такой момент, интересный. Наверное, не самый удобный, заряжать шары приходится через вот эти вот губы. Не бойтесь, они не износятся, они металлические. Ну, тем не менее, где-нибудь на игре, в окопе, это будет не очень удобно. Поэтому пистолет все же больше про эстетику, нежели про какую-то боевую эффективность, что ли. Мерим скорость, время 0.25. Своеобразный страйкбольный стандарт. Скорость. Вполне приемлемая для ближней дистанции. Ну, сами понимаете почему. Наверное, понимаете. В общем, не так больно будет. Вам после игры. По окончанию боеприпасов пистолет, как и положено, встает на затворную задержку. Изделие крайне интересное. В первую очередь для страйкболистов, для любителей реконструкции, для коллекционеров. Просто как веселая крутая игрушка. Также удачно будет смотреться в различных фотосессиях, любительском кино и в косплее. Продолжение следует...